О ситуации на газовом рынке в мире готова рассказать Вероника Боярова. Вероника, добрый вечер. Вера, приветствую. Да, сейчас Европа справляется с энергокризисом гораздо лучше прогнозов и ожиданий экспертов. В следующие несколько минут расскажу подробнее о сложившейся ситуации. Вероника Боярова. Вероника Боярова. В то время как в Астане сейчас примерно минус 25, в том же Берлине 8 градусов тепла и ожидается дождь. А в Брюсселе и Париже еще на несколько градусов теплее. К слову, на днях в Еврокомиссии сообщили, что газохранилища ЕС заполнены на 84%. То бишь, скорее всего, текущий отопительный сезон пройдет без трудности. А беспокоиться нужно уже насчет следующего года. Для этого периода года это обнадеживающие цифры. Например, в ноябре газохранилища были заполнены на 80%. Эти цифры объясняются теплыми температурами, повлиявшими на спрос на энергию. Что касается следующей зимы, мы знаем, что нас ждут трудности. Мы впервые поставили цель совместных закупок газа и договорились по юридической базе этого решения. Мы знаем, что это будет трудности. Это позволит Бельгии, цитата, «вернуть контроль над своей энергетической судьбой». А местный оператор электрических сетей ранее предупредил, без расширения атомной программы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии зимой 26-27 годов. Тем временем Норвегия и Германия смотрят в сторону возобновляемых источников энергии. Недавно страны подписали новые соглашения в сотрудничестве в этой сфере. В долгосрочном плане мы должны удовлетворять еще больше энергетических потребностей. Мы признаем, что этот кризис действительно подталкивает к необходимости преобразования энергии в возобновляемую с нулевыми выбросами в Европе. И это то, что Норвегия и Германия действительно могут сделать вместе. У нас есть цели к 2030 и 2050 году. И к этому времени мы должны развивать технологию дальше и внедрять ее в промышленность. Можно сказать, суровая зима Европе не грозит. Даже в Норвегии сейчас плюс 4. Примерно столько же сегодня в Финляндии. Так, конечно, не во всех регионах этой страны. Тем не менее, многие финны еще с лета запаслись дровами, нагревательными приборами и теплой одеждой. Обогревать помещения стало дороже. В стране, граничащей с Россией, как и во многих других европейских государствах, сильно выросли цены на электроэнергию. На самом деле, мы давно начали готовиться к энергетическому кризису. И мы приняли важные решения. В последние месяцы мы поняли, что могут быть даже отключения электричества. Поэтому мы купили агрегат, чтобы гарантировать, что можем работать даже в это время. До конфликта Киева и Москвы ЕС покупал примерно 40% всего газа в России. Теперь меньше 8%. Если взять промышленный мотор и крупнейшую экономику Европы – Германию, то последние годы она покупала все больше и больше газа у «Газпрома». Но теперь разворачивается в сторону других поставщиков. В прошлом году там заменили «Росгаз» объемами из Норвегии, Бельгии и Нидерландов. Также ФРГ подписала контракт с Катаром на поставки сжиженного природного газа. Согласно документу, с 2026 года в Германию будут ежегодно отправляться 2 миллиона тонн топлива. Контракт рассчитан на 15 лет. Одновременно с этим Европа стремительно сокращает потребление топлива. Согласно отчету Федерального сетевого агентства страны, за 2022 год потребление природного газа в Германии сократилось на 14% по сравнению со средним потреблением за последние 4 года. Частные домохозяйства и предприятия сэкономили 12%. Об усилиях своей страны в этом вопросе Олаф Шольц отметил и в своем новогоднем поздравлении. Новые терминалы, необходимые трубопроводы, были построены нашими инженерами и квалифицированными рабочими меньше чем за 200 дней. В ближайшие недели и месяцы будут введены в эксплуатацию дополнительные терминалы для сжиженного природного газа. Этим мы делаем нашу страну и Европу навсегда независимыми от российского газа. Мы переживем эту зиму благодаря хорошо заполненным газохранилищам и потому, что мы вместе сэкономили энергию. Однако, согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, для Европы есть угроза потенциального дефицита в 30 миллиардов кубометров газа в 2023. В докладе предупреждают, текущий год вполне может оказаться еще более суровым испытанием для региона. Это при условии нулевых поставок газа из России и увеличения Китаем закупок СПГ до уровня 2021 года. Сейчас Европа покупает четверть всего мирового газа, а КНР 15%. Вера, вот такая ситуация с переделом газового рынка. Возвращаю эфир. Спасибо большое. С Международным обзором была Вероника Боярова. Ну а мы продолжим. Спасибо. 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 Спасибо.